Всем привет, дорогие мои друзья, подписчики, а также просто неравнодушные гости, зрители моего канала, которым небезазлично положение дел в мире, жизнь в нашей стране, ну и состояние нашего общества в целом. И вот не так давно я увидел новость о том, что Алексей Навальный наконец-то пошел на поправку, ну это примерно неделю назад было, и что действительно он уже вышел из комы. Кстати, у него уже улучшилось состояние, врачи говорят, что прогноз хороший. И сегодня наконец-таки я обнаружил в сети интернет фотографии с Алексеем Навальным, селфи, где он со своими детишками, женой, семьей, вот, и они его навестили в реанимацию, вот. И он улыбался, он был доволен, что наконец-то все обошлось, что видно, что счастливое лицо. И, дорогие друзья, мне хотелось бы пожелать ему полного выздоровления, пожелать прежде всего здоровья, конечно же, на втором месте, конечно, хочу пожелать любви, это тоже немаловажно. Ну и, конечно же, там, успехов в карьере и во всем задуманном. А Алексей Навальный, вот, кто бы что ни говорил, дорогие друзья, многие люди, конечно, могут, там, не соглашаться с ним, понятное дело, что он человек неординарный, что он, там, популист, многие скажут, что он, там, ну, какой-то пиарщик или нет. Но, во всяком случае, дорогие друзья, он выступает за народ, он выступает, вот, что подчеркну я, против системы ведет и против власти. Вы знаете, вот, это все-таки вызывает у меня симпатию, потому что, ну, идти против системы, это, ну, дорогие друзья, это такой смелый поступок. Это говорит о том, что человек не боится действительно чего-то потерять, то есть он идет вперед, не оглядываясь. Это вообще заслуживает похвалы. И я ценю это Алексея, потому что, ну, таких людей сегодня очень мало, кто бы решился пойти, ну, против системы в том или ином качестве, вот, и поэтому тут я Алексея Навального уважаю. Ну, там уже как получится дальше, я ему хочу пожелать, чтобы дальнейшей борьбы, чтобы он добился многого, чтобы он добился того, что он желает. Вот, а он действительно хочет, чтобы люди жили в лучших условиях, чтобы люди не страдали, как сейчас, чтобы люди как-то, ну, жили в свободном демократическом государстве, чтобы никто не притеснял, чтобы все люди были счастливы. Вот, ну, и, конечно, вот, хочу сказать еще то, что все-таки это опасная действительно борьба, идти против системы, ну, сами понимаете, почему. Сколько было борцов системы, ну, вот, например, Владислав Листьев, который также был за народ, это Политковская, Борис Немцов, то есть это люди, которые действительно шли против системы, и они пали в этом бою. Вот, я бы назвал их мучениками, потому что это действительно люди, которые пострадали за то, чтобы, вот, люди жили лучше, в более лучших условиях. Опять же, у этих людей есть свои критики, которые не согласны с их политикой, которые не согласны, допустим, с той же политикой Навального. Ну, дорогие друзья, в каждом, как говорится, у каждой медали есть свои две стороны, но во всяком случае, Алексей Навальный, я думаю, что идет верным путем, и я хочу его полностью в этом поддержать. И чтобы, действительно, он продолжил свое дело, чтобы, наконец, он поправился, и я думаю, что в Германии он будет полный безопасности, и будет дальше вещать, вот, и просвещать умы людей, и делать жизнь нашу лучше намного. Ну, дорогие друзья, поддержим вместе Алексея Навального, вот, увидимся в следующем видеоролике, с вами был я, принц Юриэль, пишите свое мнение, и до скорого.